Аминь! Ему да будет благоприятно песня наша, моя и наша, и общая, и личная. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за раскрытие Своей любви, сущности, Твоего ведения и откровения у Тебе, у Человеке. Откровения о безусловной любви. Откровения о благодати. Человеку кажется, что он может сделать что-то для Бога. И Бог показывает – я для Тебя все делаю. Слава Тебе, Господи, и благослови этот псалом 78-й в наши сердца, в нашей памяти. Окружи заботой, пониманием глубоким. Прославься, Бог наш. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас 78-й псалом, сложный для восприятия. Когда мы находимся в Новом Завете и читаем особенно Евангелие от Иоанна, послания, книгу деяний. Да все в Новом Завете мы, не будучи особенно просвещенными о том, что происходило во времена Ветхого Завета, а также, если просвещались, то мы просвещались больше тем, что созерцали Бога. А вот в этом псалме происходит событие, о которых говорится в четырех книгах Ветхого Завета. Трагические события, разрушение Иерусалима, осквернение храма, пленение, безудержная мстительность врагов Израиля, также греховность колоссальная. И в этом псалме мы также видим, как Бог любит человека, и эта любовь проявляется в том, что в какой бы тяжелой ситуации человек ни находился, он в отчаянии полностью. И Бог дает ему и просветление, и утешение, и его, этого человека, народ свой, выводит в словословие. Потому что он ответит на молитвы этих людей, и целые империи падут. Но также он обучает эти империи и окружающие народы «Внимательно смотрите на мой народ». Потому что через этот народ Бог говорит с людьми. Иногда бывают такие времена, что люди окружающие, народы, глядя на евреев, говорят «Да где там Бог?» Но не может. Заговорил Голиаф. Так и говорит в народах. И Бог показывает, как свой народ он защитит. Он еще и в будущее вложит свои откровения. И потом языческие цари, как, например, это произошло с Киром Вторым, он, глядя на Бога еврейского, обнаруживает, что с ним разговаривает Господь. И он смиряется и отпускает на свободу всех тех, кто захотят выйти. Итак, Псалом Асафа. Это относится Асафа к позднему. Асафу, то есть, это имя, оно переходило среди певцов, а может быть, даже предводителей хора. И вот оно относится уже ко времени нападения Новохудоносора на Иерусалим. Пять параграфов. Первый параграф с первого стиха по четвертый. Бедствие. Разрушение. Боже, язычники пришли в наследие Твое. Наследие. Наследие – это наследие Израиля. Сам Израиль является и его государство наследием Божьим. Итак, язычники пришли в наследие Твое, на землю Твое, осквернили святой храм Твой. Иерусалим превратили в развалины. И так перечисляются девять или десять бедствий, которые постигли Иудею. Южное царство. К этому времени Северное царство уже перестало существовать. И подходит к окончанию существования и Южного царства. Вообще, если мы посмотрим на историю еврейского народа с того момента, как они запросили себе царя, и вот первая книга царств, девятая глава, Саул, красивый статный юноша из умеренно богатого рода отправляется вместе со своим слугою на поиски ослиц. А в это время Бог разговаривает со своим священником, пророком, судьей Самуилом и открывает ему все, что касается начала действия будущего царя Саула. У Саула будут свои взлеты, сложности, падения, противостояния, гнев, ярость. И Бог ему подарит того, кто будет также иметь царское положение Давида. Он его призвал в царство от овец. Саул процарствовал вероятно около сорока лет. Некоторые цифры бывают около двадцати лет. Давид как царь царствует семь лет над Иерусалимом, вернее, ну да, семь с половиной лет и тридцать три года над объединенным Израилем. При Сауле Израиль был весь объединен. при Давиде из-за того, что происходило становление и переход от царя самоубийцы Саула переходило к новому царю, то только через семь лет десять колен северного севера Израиля обратились к Давиду и признали его царем. Давид отличался тем, что у него сердце было насыщено Божьими мыслями. Были сложности, да. Господь ему раскрыл будущее ему. Он раскрыл ему и тысячелетнее правление, в котором Давид будет царствовать вместе с Мессией. Давид не успевал записывать то, что Бог говорит, и мы читаем эти псалмы. Он образовал не только свое царство, но он возвел это царство на высокое духовное состояние. Сорок лет в итоге он процарствовал. Он передал свое царство объединенный Израиль своему сыну Соломону, который считается умнейшим человеком того времени. Это действительно был человек, одаренный Богом, потому что Соломон попросил у Господа мудрости, как вести народ. И Бог ему дал мудрость. Кроме того, когда Соломон становится царем, а процарствовал он тоже сорок лет, то он будучи мудрым человеком, чтущим Бога, все-таки не выдерживает. Слава такая, его царство развивается, находят камни с начертаниями на иврите и в Азии, например, в Киргизии. Южная столица Киргизии город Ош, и там в центре города находится гора Сулейманка. Легенда идет такое, что вот отсюда царь Соломон правил миром, наместник царя, да, вполне возможно. Находят, даже в Америке находят эти камни. очень интересное описание, что у Соломона было не только такое развитое царство в своей торговле, у него были корабли, которые, уходя из порта, иногда возвращались только через три года. Где они были? что открывали? Вот только беда произошла. Забудясь о прибавлении царства видимого, он подвел весь свой народ. Они при Соломоне стали уходить в идолопоклонство. И Бог сказал, что он прервет это царство объединенное, но не при Соломоне, а при его сыне. Так и произошло. Итак, сорок лет Саул, сорок лет Давид, сорок лет Соломоно. И после того, как царство было разделено на северное со столицей в Самарии и на южное иудейское со столицей в Иерусалиме, и в том и в другом царстве, царство южное просуществовало 300 лет, царство северное 200 лет. В южном царстве за это время сменилось 20 царей. Из этих 20 царей всего лишь 5 были абсолютно благочестивыми. Ну, не то, что абсолютно. Они были влюблены в Бога и во время их правления страна процветала. 13, вернее, 12 царей из 20. Итак, 5 были благочестивыми, 12 были отвратительными, уводили, выдало поклонство в ереси, было много лжепророков, и когда Еремея появился, то, и это как раз то время, которое описывается в этом 78-м псалме, там это время и Еремия. Он был единственным пророком, по крайней мере, из этой истории, которую мы с вами знаем, который говорил истину. он призывал, чтобы остановили противостояние. Они уже теряют свое царство, и царство будет потеряно. он хотел сберечь народ, а в это время его угнетали, хотели убить, всякие ужасные вещи делали по отношению к Еремии, и говорили, нет, Бог не допустит. А Еремия призывал. Это Божье дело происходит, это Божий суд происходит над народом. Через 70 лет вы возвратитесь, но вы окажетесь на 70 лет в плену. Так произошло. И вот что произошло. Но давайте, может быть, мы сейчас с вами прочитаем четвертую книгу царств, 23 главу. Удивительный царь Иосия, который пришел к власти от ему власть досталась от царя Аммона. А Аммон сын Монасии, ужасного царя, который уничтожал, который осквернил храм. Только когда он попал в плен, то пришел в себя и через некоторое время его выпустили из плена и он стал наводить порядок. Но в течение своего царства он столько много... А произошел от языки удивительного царя, как важно обучать своих детей, как важно передавать им Бога. потому что когда языки было сказано, что он умрет, то он стал просить, чтобы Бог продлил его жизнь. Бог продлил его жизнь. Появился Монасия. Можно было бы сказать, о, какое отвратительное создание. Монасия спасся в конце своей жизни. И окончание правления было уже другое, благочестивое. Правда, сын его, Амон, нахватался гадостей в течение правления Монасии. Об Амоне говорится двадцати двух, девятнадцатый стих. Двадцати двух лет был Амон, когда воцарился, два года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Мешулемев, дочь хороша из Ятбе. Зачем приводится имя матери? На матери лежала большая ответственность. Она готовила сына к правлению. И делал он двадцатый стих неугодное в очах господних господних Монасии, конечно, Монасия после языки. И делал он неугодное в очах господних, как делал Монасия отец его. И ходил той же точно дорогу, которой ходил отец его и служил идолом, которым служил отец его и поклонял отец его, отец его, отцы. Почитайте внимательно второзаконие. Посмотрите, что Иисус говорит, когда он среди взрослых взял, поставил ну, не юношу, а, ну, допустим, подростка и сказал, если вы не примете царство небесное, как, не поверите, как дети, то не войдете. И здесь и оставил Господа Бога, отцов своих, не ходил путем Господнем. Умер. 22 глава. А вот его сын Иосия. Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и тридцать один год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Едида, дочь Адаи из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся. При нем была найдена книга закона, при нем были сделаны реформы, возобновлено, очищены высоты от всяких идолов. Он был тем, который сделал столько много для Израиля. Тридцать один год он правил, да, здесь написано. Давайте мы еще раз посмотрим, уточним. И тридцать один год царствовал в Иерусалиме. Но перед ним цари столько сделали. Один царь Иосия тридцать один год не смог. Смотрите, двадцать третья глава, двадцать пятый стих. Подобного Иосии не было царя прежде Его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, всей душою своей и всеми силами своей. Как бы по закону Моисея, это даже у Моисея во второзаконе говорится, слушай, Израиль, возлюби Господа Бога твоего всей душой и сердцем, всей крепостью своей. Двадцать шестой стих. Однако Господь не отложил великой ярости гнева своего, какую воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Монасе. И сказал Господь, и Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, отвергну город этот Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, что на нем будет имя мое. Псалом. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным. Тела святых Твоих зверям земным пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Давайте теперь прочтем Иеремию 20 главу 9 стих. Смотрите. В это время, незадолго до этого времени, Иеремия проповедовал 7 стих. Господи, Ты влёк меня, и я увлечён. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день проповедую и надо мной смеются. Всякие издеваются надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию, о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. 9 стих. И подумал я, не буду я напоминать о нём, о Господе, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моём, как бы горящий огонь, заключённый в костях моих, и я истомился, удерживая его и не мог. 39 глава Иеремия. В 9 год Седыкии царя Иудейского – это последний царь, Иоаким уже будет такой наполовинцев. В 10-й месяц пришёл Новохудоносор царь Вавилонский со всем войском своим к Иерусалиму и обложил его. А в 11-й год Седыкии в 4-й месяц, в 9-й день месяца город был взят. Через 2 года, то есть. И вошли в него все князья царя Вавилонского и расположились в средних воротах и перечисляется. Когда Седыкия, царь Иудейский и все военные люди увидели их, побежали и ночью вышли из города через царский сад, в ворота между двумя стенами и пошли по дороге равнины. Но войско халдейское погналось за ними и настигли Седыкию на равнинах и Иерихонских взяли его и от великого худоносора царю Вавилонскому в Ривлу в землю Емав, где он произвел суд на ним. И заколол царь Вавилонский сыновей Седыкии в Ривле перед его глазами. И всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский. А Седыкии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвезти его в Вавилон. Дом царя и дома народа сожгли халдей огнем, и стены Иерусалима разрушили, а остаток народа, остававшийся в городе, перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий оставшийся народ. Начальник телохранителей переселил в Вавилон. А об Иеремии Новохудоносор царь Вавилонский дал такое повеление начальнику телохранителей «Возьми его и имей его во внимании и не делай ему ничего худого». И еще об этих же событиях заключения 52-я глава. Сидекия он делал злое второй стих в глазах Господа. «Поэтому гнев Господа был над Иерусалимом и Иудою до того, что он отверг их от лица своего». И далее описывается «Город находился в осаде, не было хлеба у народа, сделали пролом в город и так далее, войско халдейское погналось за царем, настигли, взяли царя и сожег 13-й стих и сожег дом Господень и дом царя и все дома сжег и тысячами выводились иудеи. Второй параграф «Убери свой гнев Господи». Доколе Господи будешь гневаться непрестанно, доколе будет пылать ревность Твоя как огонь, пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя и на царство, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Якова и жилища его опустошили. Это вторая часть молитвы. Господь ответил на эту молитву. Вавилон был разрушен. И пришло другое государство и новые правители Мидоперсия. Третья, третий параграф. «Не помяни нам грехов наших предков». Есть понимание, что много было сделано. Из двадцати царей в Иуде только пять были благочинными, двенадцать отвратительными, три начинали хорошо, потом отошли. «Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты твои». Пускай предварят щедроты, то есть это щедроты, что такое? Благодать и милость. «Ибо мы весьма истощены, помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени твоего избавь и прости нам грехи наши, ради имени твоего». Вот это слово «прости» на иврите кафар «искупи меня твоим искуплением». Это про Иисуса Христа. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да, когда происходит воспитание израильского народа, язычники сразу же перестают видеть, то они видели народ, который исповедовал, а тут вдруг видят, что где Бог их? Хороший вопрос. Бог показывает Себя, Он показывает Свою неизменность. Язычники мало могут анализировать, а Бог воспитывает Свою Израиль. Если в пустыню Он ввел 40 лет, то здесь 200, Северное царство, 300, уводит вообще в плен. В плену и языки пророк плена восстанавливает людей. И приходит царь Кир и выполняет то, что то обетование, которое было сказано. Язычники видят, да сделается известным между язычниками перед глазами нашими от мщения за пролитую кровь рабов твоих. Это спаси нас, этот параграф, ради имени твоего. Четвертый параграф, помилуй, одиннадцатый стих, да придет лицо, предлицо твое стенание узника, молитва. стенание узника. Помните, как Иисус говорит в Евангелии от Луки 4-18 «Я Дух Господень на мне, и я пришел отпустить узников на свободу». Каких узников? Узников греха. Он, Мессия, пришел. Все эти вещи, которые происходили, там высвечивался Мессия. Но цари ввели не в ту сторону. Сохрани обреченных на смерть. Вы знаете, такая молитва, которая затрагивает нас с вами. Мы были освобождены и по этой молитве. Она как фимиам, о котором говорится в 17-й главе, в 18-й главе книги Откровения, молитвы. Стенание узников, сохранение обреченных на смерть. А как о нас говорится в послании к Ефесянам во второй главе. Говорится, что первый стих, первый, второй, третий стихи, говорится, первое, мы были мертвы по грехам и преступлениям. Второе, над нами издевался князь, господствующий в воздухе. Третье, мы были сынами противления, в себе не имели никакого основания, чтобы повернуться к Богу. Четвертое, а вот Бог полной милости и любви Он нас к себе привел. Он нас спас, оживотворил вместе с Иисусом Христом внутри Иисуса. Он нас воскресил вместе внутри Иисуса и уже посадил. Здесь мы как гусеница, которой суждено стать бабочкой. Итак, обреченные на смерть стали свободными. Что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна в пятой главе 24 стихе? Верующий в пославшего и в меня на суд не приходит, но Он уже перешел из смерти в жизнь. А если мы возьмем с вами 11 главу Евангелия от Иоанна, когда Иисус разговаривает, там 24 и 25 стихи с Марфой и раскрывает тайну свою, я и есть воскресение и жизнь. и тот кто умрет во мне оживет, а живущий верующий в меня никогда не умрет. И только в Иисусе Христе открывается значение этих смыслов. 12 стих. Семикратно, то есть многократно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они тебя, Господи, поносили. Два вора слева и справа от креста Иисуса оба поносят его, оба клянут, оба грешат, а он молится. Один из них услышал, Дух Святой тут же его убедил, можно сказать, обличил, убедил, и он поворачивается к Иисусу и говорит ему, Господи, когда будешь в своем царстве, вспомни обо мне. Возврати соседям нашим. Да, когда-то мы были чадами противления. Пятый параграф. А мы народ твой, и это обет славы, а мы народ твой, и твоей пажите овцы, вечно будем славить тебя, и в рот и рот возвещать хвалу тебе. Иудеи приходят к Иисусу лично, как народ, им еще предстоит встреча встреча с Господом и его судом во время великой скорби, особенно второй части этой скорби. И она описана с шестой главы по девятнадцатую книги Откровения. А сейчас и язычники, и евреи, которые обращаются к Господу, тут же находятся. А мы, народ твой, и твоей пажите, и овцы, вечно будем славить тебя, и в рот, и рот возвещать хвалу тебе. Аминь. Слава тебе, Господи, благодарим тебя за это особенное время. Может быть, среди тех, кто слушает эту проповедь по интернету и не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Замечательное время, замечательное, раскрыта история целого народа, раскрыты определенные вещи. Почему бы вам не принять его как своего Спасителя? Скажите в вашем сердце простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, приведи в живую церковь, научи меня твоему слову, научи твоему характеру и призванию, Господь, чтобы я и откликался на твое слово и призывал твое имя, как призываю сейчас. Ты мой Спаситель, во имя Твое Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь.